Глава пятая, второй книги Паральпоменон. И собрались к царю все израильтяне на праздник в седьмой месяц. И пришли все старейшины Израилевы, левиты взяли ковчег, и понесли ковчег, и скинию собрание, и все вещи священные, которые в скинии, понесли их священники и левиты. Царь же Соломон и все общество Израилева, собравшиеся к нему перед ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и определить по причине их множества. И принесли священники ковчег завета Господня на место его, в довир храма, во святое святых под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы ковчег, и шесты его сверху. И выдвинулись шесты, так что головки шестого ковчега видны были перед довиром, но не выказывались наружу, и они там до сего дня. Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми при исходе их из Египта. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, осветились без различия от делов. И левиты певцы, все они, то есть Асав, Еман и Дефун, и сыновья их и братья их, одетые в весон, с кемвалами и псалтирами и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними сто двадцать священников, трубивших трубами. И были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и словословию Господа. И когда загремел звук труб и кемвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом, дом Господень наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий.